Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы прожаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon в новом сезоне. И, ребята, сейчас, в принципе, я хотел пойти в Покет-центр. Фиг его знает зачем, может там что-то новенькое. Но вот то, что как раз сейчас темнеет, а ночью как-то, если честно, небольшая охота бегать, потому что всё тёмно, нифига толком не видно. Фиг его знает. Ну, давайте быстренько туда пробежимся. Увидим, что там есть в Покет-центре, может... Ай, 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 ай. Может, с новой версии чё-то новенького добавили, хрень его знает. Так. Вот только где наш Покет-центр был? А, вот он, отлично. Так, побежим-ка мы вот сюда, вот сюда, вот сюда. Чё тут у нас есть? Смотрим каких-то других Покемонов. Тоже нужны нам. У нас уже 4 Покемона есть, но... Было бы офигенно, если бы мы ещё какого-то водного нашли, нормального. О, это болото у нас там, или что это? Да, по идее, это болото. Так, Покет-центр, ребята. Вообще, тёмный какой-то Покет-центр. Освещения нифига нету. А вот тут, да, реально, тут вот эти машинки просто нереально шумят. Так, их тут куча. О-о-о-о! Сейчас свои книжные полочки-то себе возьмём. Отлично. Вот ещё один компьютер. Знал бы, что найдём Покет-центр, не делали мы бы себе вот тот компьютер, а взяли бы вот этот. Так, так, сейчас, секундочку. Да, давайте возьмём. Да нет, тут есть освещение. Просто я чё-то зашёл как-то... Ну, в принципе, да, это же шейдеры. Тут не такое большое освещение. Давайте возьмём Глоустон, вдруг пригодится. А в ад я, если честно, не вижу смысла идти. Был бы смысл, да, например, в более... Ну, как бы в предыдущих версиях Пиксельмона. В ад был смысл идти только за Глоустоном, чтобы набрать себе кучу Глоустона и сделать себе Rare Candy. Но сейчас я не вижу, если честно, большого смысла идти в тот же ад за тем же Глоустоном. Только потому, что вот сейчас уже яблоки, золотые яблоки не делаются с самородков, а делаются с железных слитков. То есть, если раньше с девяти железных слитков ты себе мог там сделать... Нет, сейчас, например, с девяти железных слитков ты себе сможешь сделать одно яблоко. Это чё, там горит? Или это мне показалось, что там что-то горело? Нет, это болт. Если вот сейчас, ребята, с девяти железных слитков... Каких железных? С золотых слитков ты себе сможешь сделать один... Грэдболл. Если сейчас ты сможешь себе сделать один... Одно золотое яблоко, да? То раньше с девяти вот этих... Девяти... Аааа... Золотых слитков ты себе мог сделать девять яблок. Это действительно намного больше. Поэтому, в принципе, сейчас... Из одного стака золота ты себе сможешь сделать... Сколько там? Шесть. Шесть-семь золотых яблок. И это очень мало. Поэтому, фиг его знает. Потом, может, сделаем себе как-то... Ааа... Магазин какой-то или ещё что-то. В принципе, давайте вот сюда вниз побежим. Ааа... Так как... Так как была у нас там... Были у нас там горы, да? Давайте ещё вот... Слоу-броу... Вот этого чудика убьём. Прокачаем ещё наших покемонов немного. Литвик. Когда ты уже эволюционируешь? Он приблизительно где-то на 45-м. Да, эволюционирует. Приблизительно. Точно не помню. Но где-то вот так. Отлично. Нормально опыта. А визар... 30... О, 30. Какой 30? 19 уровень. И нам, по идее, нужно куда-то вот туда. Не сбежать. Потому что горы у нас были где-то там. Ох, всё горит там. В принципе, да. Там лава, лес поджёгся. Ну чё, бежим туда, ребята, в горы. Конечно, было бы офигенно пойти домой поспать. Хотя бы... О! Как-то даже не заметил. Тандерстоун! Но... Не знаю. О, Лампент. Какой он уровень? 51-й. Эм... Не, не буду... Лампент, да. О, это... Ну, в принципе, да. Это то горит. Деревня у нас там. Значит, горы у нас где-то там. Эм... Что я хотел? В принципе, вот этот... Камень эволюции. Молнии, да. Электричество. В принципе, не знаю, пригодится ли он. Нет. Так как, в принципе, у нас сейчас нет каких-то покемонов, которых можно прокачать с его помощью. Также... Ну, кого мы сможем прокачать? Пикачу, например. То, что я ещё даже ни одного Пикачу не видел. И плюс к тому... Пикачу. Вообще, зачем он? Как бы... Не будем мы его ловить, я так думаю. Так как у нас... У нас же есть... Эмфорос, да. Э, ну, в принципе, еды у нас куча, да. Но еда всегда, можно сказать... Это кто там был? Еда, как бы, всегда... Надолго не задерживается, да. Быстро тратится. Так, ну... Тут я не знаю, в этом лес... Ой. Не, ну, в этом лесу, конечно, по идее, кто-то же должен быть, да. Это же... Какой-то лес... Новый, да. Новая биома, можно сказать. Дигли там... Ну, то, что... Не, ну, в принципе, конечно, должны же быть какие-то новые покемоны, но... Не будем их сейчас искать. Нам нужны или горы, или острова какие-то. Ну, или пляжи, что-то такое. Так, 35-й уровень, офигеть. О, там я... Нет, или мне показалось, или я там кого-то видел, какого-то покемона. Ну, тут кто у нас, может быть, Бегон, например. То, что нам действительно, можно сказать, нужен. Больше, если честно, каких-то других покемонов толком и не вижу. Может... Хрен его знает, ребята. Вот эти... Манчлакс... Манчлаксы... Манчлаксы... Вот... Саблей. И хрен мы его сейчас убьем, да? Или убьем. Эм... А, отлично. Че нам выпало? А... 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 С него алмазы выпадают. И газ тиры. Охренеть. Вот этих саблеев. Только вот сюда нужно идти, их искать. Только потому, что с них алмазы выпадают. Ребят, я вообще не в курсе был. Эм... Я знал, что выпадают алмазы, но выпадают алмазы только с дротини. Так как, в принципе, они всегда с него выпадали. Ну, всегда-не всегда, но как бы... Выпадали в алмазы с дротини. Но то, что с саблеев они выпадают... Че-то тоже такой редкий покемон. Ну, как бы, дротини не очень редкий покемон, но достаточно. С них, ладно, там выпадают алмазы. Так как их не всегда очень много, что ты их встречаешь. Очень часто. Саблей, походу, тоже вот так. С него выпали два алмаза. Ни хрена себе. О, еще один, еще один саблеечек. Саблеечек, саблеечек. Напади. Напади. Иди-ка ты вот сюда. Отлично. Давайте его убьем. Попытаемся хотя бы. Еще один сабле. Офигеть, у нас три алмаза уже есть. Хитмунчан. Так, смотрю по сторонам. Может еще саблей будут или еще какие-то другие покемоны. Нет, Хитмунчан, ты нам не нужен. Хотя ты 44 уровень. По идее, ты нам нормально так опыта должен дать. Кстати, я там еще одного увидел. Хитмунчана. Может, его сейчас убьем. Тебя же твоим же способом убьем. Через ближний бой, да? Через бой. Ты же у нас кто там? Боксер, да? Вот так. О, еще один Хитмунчан. Давайте его тоже убьем. Айвизаур. 21 уровень. Хитмунчан. Иди-ка ты сюда. 38 уровень. Нормально. Твою мать. Мемфорос. Давай. Твою мать. Фу. Хотя бы вот этот выжил. Отлично. Два покемона мертвых. Давайте-ка мы вот сюда побежим. Наверное, поставим мы себе просто-напросто тут какой-то вейпоинт, да? Чтобы сюда можно было тэпэхаться, если нам нужно будет в горы, да? За тем же бегоном или просто-напросто куда-то подальше побежать. Найти какие-то другие биомы. Давайте поищем. Вдруг тут действительно еще кого-то найдем. Того же действительно бегона пригодился бы он нам. И потому что летать на нем можно, но то, что он немного занимает, чтобы его прокачать до Соломенца, да? Оникс. Нет, Оникс нам не нужен. Не нужен. Давайте-ка куда-то вот сюда побежим. Вот сейчас только горы будут, да? Раньше нереально большая равнина была, да? Вот сейчас только вот эти горы будут. Ну, в принципе, хорошо, что хотя бы горы большие. Может еще действительно потом Саблеев понаходим, алмазики повыбываем. Так. Ну, тут никого я не вижу. Ох ты, сейчас вот сюда спускаться, опять подбираться, забираться вот туда. Не, ну, конечно, если бы, например, у нас был тот же бы Соломенц, да? То было бы проще. Мы бы просто-напросто вот это все летели, да? И сверху просто бы смотрели, что там да и как. Так. Ну, что тут есть? Что тут есть? Нифига, Hitmonly там. Охренеться, первый уровень. Не знаю, убьем ли мы тебя, дружок, но давайте попробуем. Нет, не убили, но Эмфорос, фиг его знает, убьет. Да, убьет. Отлично. Ну что, побежали дальше. Уже вот сейчас, в принципе, даже сражаться ни с кем не можем. Наши покемоны все почти что мертвые. Ух, капут. Действительно, просто очень быстро тратится вот этот голод. Но успеваешь пробежать чуть-чуть, уже опять голод. Поэтому еды у нас... Ух, капут. О-о-о-о, Чармиллион. Привет-привет, дружище. Как ты вообще поживаешь? Ловить мы тебя не будем, извини. Если бы ловили то Чармандера, а не Чармиллиона. И, в принципе, даже бы, если бы мы его нашли, то, наверное, бы не словили. Потому что у нас же есть Инфернейп, 47-й уровень. О-о-о-о. Брат твой тут, Инфернейп. Еще один Инфернейп, 45-й уровень. А нас же больше, хе-хе-хе. Больше на 2 уровня прокачанный. Капут, реально, горы. О-о-о. Твою ж, только сказала Чармиллион, а сразу Чармиллион. Вот тут 14-й уровень. Чармандер, какой Чармиллион. Давайте попытаемся его словить, хрен его знает. Хотя бы вот так. Ну, давайте. Так, Хитмонли, Хитмонли. Какой Хитмонли? Да твою ж мать, ты что, прикалываешься? А, все. Так, давайте попробуем Грэдбол. Если будет на Чармандер, то, в принципе, хотя бы... Нет. Что-то не хочет тоже ловиться. Ну, если я его хотя бы каким-то ударом ударю, он... Убьем его, мне так кажется. Поэтому... Эмфарос у нас же сильный, да? Просто тоже не хочется тратиться... Тратить кучу ультраболов на Чармандера. На огненного покемона. Который, в принципе... Нет, словили мы, ребята, Чармандера. Словили я его, ребята, для того, что... Не буду я его сейчас использовать, мы его просто-напросто поставим в компьютер. Только потому, чтобы... Что это Чармандер, да? Всегда наш первый покемон был. Но сейчас мы выбрали Чимчара. Но, в принципе... Вот, словили мы Чармандера в ту же... А, там еще один Чармандер, да? Слови... Да. Еще один Чармандер. Но тебя мы уже точно ловить не будем. Словили мы еще одного Чармандера в ту же... В ту же команду, в которой у нас Чимчар. Так что, можно сказать, словили мы, да, Чармандера. Он у нас тоже есть. Словили мы его практически сразу же, да? Первую же нашу команду покемонов. Но... Не будем мы его использовать, ребята. Просто-напросто, чтобы Чармандер у нас был, да? Мы его поставим в компьютер. А потом... Потом, если что... Ну, когда уже Инфернейп у нас будет нереально прокачанный. Хотя он уже нереально прокачанный. 47-й уровень. Цветочки, цветочки. Он уже у нас, в принципе, нормально так прокачанный. Но... Я... Честно, не знаю. Еще, наверное, его прокачаем. Так как, в принципе, он у нас сейчас скачает наших всех покемонов. Не, ну, Эмфорос тоже нормально так прокачивает. А бы, конечно, в экспешейт намного бы проще все было. Вот у нас уже и курочка кончилась. Вот еще стейки есть. Еще хлебушек там есть, да? Так. Ух, там у нас же горы. Ладно, не будем туда возвращаться. Давайте поставим вот сюда вейпоинт, что... Чтобы сюда потом можно было тэпэкнуться и куда-то дальше побежать. Тут у нас уже... Фиг его знает, что там у нас дальше. Давайте туда еще немного пробежимся. Хух. Чармандер, Чармандер. Ну, в принципе, вот у нас уже и летучий покемон есть, Чармандер. Ну, в принципе, Бегона тоже можно словить. Багона, Бегон. Как он там называется? Нет, я так думаю, что дальше мы уже бежать не будем. Тут опять пошли вот эти... Мравнины, да? Давайте пойдемте уже домой. Отлично. В принципе, ребята... Давайте, давайте еще вот сюда наши цветочечки поставим. Цветочки, цветочки. Давайте куда-то... Хрен его знает. Вот сюда. Сюда. Будет у нас такой красивый вход, да? Сюда. И сюда. Вот. Ох, как у нас красиво получается. Давайте куда-то... Сюда поставим тоже. Сюда поставим. Вообще красиво у нас тут нереально будет. Куда бы еще можно это поставить? Хрен его знает куда-то. Да, не знаю. Сюда, например. Ах, ах, как у нас красиво тут, ребята, возле дома. Только вот так посмотреть, реально красиво. Ну, мне нравится, ребята. Фух. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе. У нас с нами еще есть цветочечки какие-то. Вот. Пиони, пиони. Куда бы их поставить? Нет, тут уже слишком много цветов будет. Если мы, конечно... Если мы все будем на одно место насаживать, да? Пускай будет... Нет, это тоже уже как-то не очень смотрится. Пускай пока что полежит в инентаре. Потом, если что, разберемся. Ребята, давайте на этом закончим эту серию. Не забываем, если на этой серии наберется 100 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем привет за просмотр. Всем удачи и всем пока.